всем доброго времени суток с вами канал артмания и смотрите я починила микроволновка отдельный ролик будет как я все это делала там все элементарно оказалось вот она работает сейчас я пошкурила ее потому что она была ржавая у нас сверху вот донышко сверху и внизу сейчас улице вот и сейчас я чашку с водой туда поставила сейчас паром чтоб там был немножко пар чтоб прошелся и чтоб мне было полегче ее отмыть хочу ее сейчас помыть и у меня есть специальный эмаль я на озоне заказывала кто обзор смотрел мы хочу этой эмалью побрызгать уже на чистую микроволновку все она уже открывается закрывается можно ей пользоваться дальше здесь вот опять забыл как это называется корпус корпус до корпус останется так прикрытый на тот случай если вдруг там что-нибудь перестанет работать чтобы не пришлось эти 9 килограмм оттуда вот сверху спускать вниз просто залезть там сбоку не знаю там помнишь там все она вся горячая мне даже прям шарка стала ее до этого 6 минут что по моему грел водичку и еще и поставил там вода закипает мне кажется как будто на пулькой сейчас я внутри помою и наверное еще хочу ей лампочку открутить убрать лампочку чтобы она свет не горит там что-то дверцы открытая не свет горит чтобы чтобы не закрывать лишний раз а тут открыла потом закрыла кроза кто а так достал и не закрывать ее чуть-чуть ее прикрыть и все так удобнее будет так она ее хватит надолго за то время пока мы накопим на новую пока мы найдем новую можно будет пользоваться ею в принципе я думаю что не может хватит довольно надолго хлопья сейчас буду они у меня в ряженке и немножко молока я добавила получилась такая некая каша но очень вкусно бесподобно просто мечтала еще во время диеты еще можно кстати какао сюда добавить у нас трактор чистит дорогу смотрите какая дорога стала уже встает машина стала какая большая дорога широкая такая классная смотрите вообще супер такая прям она большая стала классная тут тоже машина одна только осталась вот сейчас нам чистить видите от бордюра вот отсюда вот отсюда и дима родные места парадные места здесь школа идем мы пошли мы сегодня на узи не назначали бесплатно месяц ждала поменьше может не попала конференцию срочно уехала тогда решили пойти на магнит тоже не попала вот в отпуске вот короче сегодня мой день решили мы же не прогуляться по родным местам заодно зайти за мясом да я всегда покупала его дорога шум асфальт уже у нас очень теплый денек сегодня наверное мне кажется даже ноль может быть очень прям тепло хорошо у нас культеров есть потому что отходила я всего три раза была мне надо еще четыре раза как минимум попасть может быть на следующей неделе все получится я смотрю там травку уже как все равно штраф какая разница немножко есть тепло до того муху он же зеленый неpie как наши коляк как наш коряк в другой скоро будет краска появляться скоро будет красиво здесь на 3 подъезды прямо выходят почти на дорогу почти на дорогу 2 подъезда всего наша квартира трехкомнатных здесь нету Ну вот мы и дома, наши покупки. Я уже говорила, на магниты сегодня не попало, в УЗИ тоже не попало, сегодня явно не мой день, но зато мы купили моеву. Я очень люблю мелкую рыбку без костей, кости, которые можно прожевать. Мы всегда по тусу брали, но там надо ее обгладывать, вроде. Ну, как-нибудь неудобно, не очень. А мой вроде бы не нужно эти кости вытаскивать, они вроде бы как жуются, не знаю, попробуем, там около 80 рублей стоило за кило, здесь чуть больше килограмма. Здесь, значит, анальгин, это лично мою аптечку, у нас аптечки разные, у мужа своя, у меня своя, вот, которые мне нужны, вот, часто нужны средства. У Димы своя, и тут пойдут. 23 рубля стоило. Вот. Также я всегда, когда хожу в консультацию, беру журнал такой вот, бесплатно, роднулечка. Вот, они поменялись, совсем по-другому, другой стал. Вот, попозже я, может быть, покажу вам, какие у них были они. Давно уже не брала, интересно посмотреть. Вот, фарш куриный здесь где-то 1,3 кг стоит 270 рублей. Вот, в одном и том же месте я всегда беру, он очень-очень вкусный. В прошлый раз я брала, у них только недавно он появился, он просто бесподобный. Вот. И говяжий фарш. Здесь ровно 1,3 кг стоит 300 рублей. Так, творожок взяла, вот, очень захотелось, вернее, даже не творожок, а сырок с изюмом. Ой, блин, он даже с изюмом, вроде пытался взять это без изюма. Вот, ну, ладно, сырок, значит, будет творожный. Ну, творог захотелось, а у нас творог только полуходной. Вот, и взяла здесь, наверное, я думаю, целый килограмм лука. Короче, 10 штучек лука, это я буду его складывать, вернее, класть в контейнер вместе с водичкой, и потом будет зелененький лучок. В начале весны я всегда так делаю, каждый год мы так делаем. И когда на улице серо, грязно, но при этом солнечно, и на подоконнике у вас растет маленький зеленый лучок, и настроение подымается, скоро лето. Вот, вместе с вами, наверное, будем его закладывать. Вот, сейчас я перекушу сначала и потом пойду искать этот контейнер. где-то он должен быть здесь рядышком. Вот. На этой квартире я еще его не доставала. В основной раз на той квартире было. Ну, вот она у меня вот такая вот штучка. Не помню, как она называется. Для проращивания лучка мы ее вот открываем. и сюда сейчас будем заливать водичку. Так, и наш лучок. Такой лучок. Знаете, вот сколько я уже времени покупаю, первый раз такое, что вот лучок с такими корешками, сейчас я еще покажу, а вот тут получше видно. Именно вот они мягкие, сырые, такие корешки. Первый раз такой. Обычно какие-то сухие там, засушенные. Давайте сюда поставим. поменьше. Вот, смотрите, прям такие корешки, такое впечатление, как будто их уже в одежде подержали, вынули и положили продаваться. Все они такие большие. Пусть поуже немножко надо положить. Вот я у них ничего не срезаю. Раньше я как-то делала, проверяла один паклала такой вот, только без свежих корешков, а у другого срезала одинаково. Вот здесь я тоже ничего не чищу, ничего не отрезаю. Ну, здесь вот можно вот у этого. Вот он, смотрите, вообще прям сырой-сырует, такой мокренький. Наверное, он быстрее всех зайдет. Что-то я мало купила, по-моему. Ну, ладно, у меня там еще есть. Сейчас еще. Ну, вот они, смотрите, такие вот. Это вот другие уже покупали. Не знаю, стоит их докладывать. Ну, давайте доложим. Посмотрим, что там будет. Большая латая. Здесь не помещается. Тут останется дырочка, потом доложу. Что-то я думала, что у меня их 10. Этих, что-то я так посчитала. Тут 5, тут 5. И подумала, помню, что тут тоже в серединке 4. Ну, не знаю, я подумала, что их 10. Что в серединке там поменьше. Сюда мы будем с вами добавлять водичку. Я думаю, все, наверное, там попадут куда нужно. И здесь. Из этих вот можно отрезать. Вот так вот. Чтобы пробивалось быстрее. Ну вот и все. Запишем сегодняшнюю дату и будем ждать, кто первый вылезет.